Ну а теперь мы переходим в другую весовую категорию до 75 килограммов. Второй средний вес. И здесь мы увидим также полуфинальный поединок. Вячеслав Лемешев сборная Советского Союза и Марвин Джонсон из команды Соединенных Штатов Америки. Ну противостояние, я думаю, что в те годы только, наверное, зарождалось еще СССР-США в плане именно бокса. Я могу сказать, матчевые встречи СССР-США начались в 69-м году. Ну да, то есть как раз за три года до Олимпийских игр. Марвин Джонсон победитель национального американского чемпионата под названием «Золотые перчатки». Уже в то время существовало серьезное разделение в Америке на любителей и профессионалов. И вот как раз это главный отборочный турнир для боксеров-любителей. «Золотые перчатки». Да, «Голден Глаз». Видите, что левша-американец. Довольно распространенное такое убеждение, что против левши боксировать сложнее. Но тут, наверное, у каждого боксера свое будет мнение. Ну, считается, да, как бы неудобная стойка для противника. Но в данном случае Лемешев в своей классической стойке и не подпускает, держит на дистанции противника. Это один раз только было, когда смог атаковать Джонсон. Лемешев провел к этому моменту три боя на Олимпийских играх. И два из них завершил досрочно. Единственный, кто услышал финальный гонг в бою с ним, это был немец Ханс Йохим Браускин. Лемешев работает на дальние дистанции. Поскольку у нее, наверное, чуть длиннее руки и... И повыше он. И выше. И как раз... Эту дистанцию ему необходимо держать. Поскольку он удачно достает и встречает при атаке американца. Трижды впоследствии становился Марвин Джонсон чемпионом мира среди профессионалов. Два раза получал пояс WBA и один раз WBC. Ну и вообще в своей карьере провел 49 поединков профессиональные. 43 выиграл и 6 проиграл. Не удается подойти на дистанцию у Джонсона и оттого он нервничает. Лемешев действительно пользуется своим преимуществом в росте и в длине рук. Вот непонятная ситуация рефери обозначил замечание Лемешева в задержании. Там этого вроде не было как-то. Кстати говоря, вот вы вспомнили про матчевые встречи. Вот во время одной из матчевых встреч Лемешев Марвину Джонсону проиграл. Это было до Олимпиады в Советском Союзе тогда проходили поединки. Так что, в общем, наверное, у него есть какие-то свои счеты к этому боксеру. Ну, манера боя сохраняется и у Лемешева, и у Марвина Джонсона. Лемешев удачно встречает справа, не подпуская его ближе той дистанции, которая необходима для Лемешева. Несколько раз мы уже видели в исполнении Вячеслава Лемешева такой удар правый сверху вниз. Поскольку еще приседает Джонсон, то Лемешеву удобно по такой траектории удар наносить. Слышные подсказки наших тренеров, просит держать дистанцию. А рефери как раз сейчас попросил Джонсона не опускать голову у нас. Ну, здесь был явный нокдаун, который нужно было считать. Видимо, посчитал, что поскользнулся. Нет, у него ноги подсеклись, и он завалил. То есть, мы смотрели в замедленной съемке, и там было видно, очевидно. Видно, что потрясен Марвин Джонсон, потому что он начинает пропускать. Пропускать и так пытается валиться на Лемешева буквально. Ну, и считает спасение, чтобы атаки менее эффективнее были. Вот только сейчас нокдаун считывает рефери. Марвин Джонсон пытается убедить всех, что он может продолжать, но, видите, сколько за последние секунд 20 он напропускал жестких ударов. Действительно, с трудом стоит на ногах. Тот первый удар был как бы звонком для... Ну, вот, собственно говоря, и все. Здесь уже убедился. Рефери в том, что продолжать Марвин Джонсон не может. И очередная третья на Олимпийских играх досрочная победа Вячеслава Лемешева. Сейчас в наше время вообще это сложно себе представить. На Олимпийском турнире три досрочных победы одержать. Что-то невероятное. Выберет реванш таким образом Вячеслав Лемешев за поражение от Марвина Джонсона. Раньше. Хороший представитель. Рinhos w'euroчий город. Продолжение следует...